Во вторник состоялось очередное заседание Ивановской областной думы. В центре внимания депутатов оказались наиболее актуальные для ивановцев вопросы. Например, злополучный закон о выборности губернаторов. Как и в первом чтении, оппозиция высказалась против. У нас политический монополизм на уровне муниципальных образований таков, что нет ни одной партии, которая могла бы иметь и четко оппозиция на 10% депутатов муниципальных образований. Нет такой партии в области. Поэтому создаются условия для того, чтобы партия политически монополизировавшая политическую ситуацию в области могла найти для своего кандидата такую кандидатуру в кандидаты губернаторов, которая не составит никакой конкуренции от партии «Единая Россия». Как и раньше, оппозицию не устраивает то, что кандидатов в губернаторы могут выдвигать только политические партии. А стало быть, самым выдвиженцем в это кресло путь заказан. Не согласны оппоненты правящей партии с 10% барьером поддержки кандидатуры будущего губернатора. Принципиальнейший вопрос – это процент. 10% так и установили. Хотя все исключительно, ну кроме вратцы «Единой России», все исключительно партии высказались против 10%. И даже представительные органы местного самоуправления. И совершенно не слышать, вообще ни наюту, ни сделай снижение. Это просто удивляет. Результаты голосования по этому вопросу оказались предсказуемы. За принятие закона проголосовало большинство депутатов – 36 человек. 11 не поддержали закон. Как итог, законопроект со всеми его изъянами принят во втором чтении. Согласно ему, выборы пройдут в октябре 2015 года. Именно тогда истекают полномочия действующего губернатора. Областной закон о выборах губернатора формировался по принципу здравого смысла. В первую очередь мы проанализировали достаточно большое количество предложений. Все поправки, которые были внесены, они также были рассмотрены. По ним было в основном принято отрицательное заключение. Мы опирались в своем решении на то, что человек, который планирует возглавить регион, должен все-таки пользоваться определенной на начальном этапе поддержкой населения, а стало быть и поддержкой региональных депутатов. Не оставили безъязвительного комментария депутаты оппозиции и нашумевший закон о митингах. Согласно ему, запрещается проведение собраний, шествий и демонстраций на территории в радиусе 20 метров от памятников культурного наследия, жилых домов, государственных и муниципальных учреждений и не только. В статье 3 признали опасной зоной автомобильные дороги, тротуары и объекты культуры. Мне непонятно. С каких пор тротуар стал опасной зоной? Почему ограничения вводятся? Несмотря на протесты, в первом чтении закон о митингах и собраниях и шествиях был принят за основу. Ведь, как известно, с большинством не поспоришь.